Их несколько, значит, это крещи домашней пыли. Про них знали давным-давно все. Просто с эрой электронных микроскопов мы их, что называется, выделили, показали и врага увидели в лицо. Наши бабушки, которые прожаривали постельное белье, прокаливали на солнце постельное белье или перины с сеном, значит, проветривали и вымораживали себе свои дома в деревнях. Это естественная борьба с этими клещами домашней пыли. Они не любят, когда очень холодно, они не любят прямого солнечного света и очень жарко. Они любят, когда влажно и тепло. Поэтому эти дети обостряются теплой осенью и теплой весной. Вот они любят, когда человек лежит в постели, сверху закутанный, потеет. Они выползают и питаются как бы клеточками нашей кожи, слущевыми эпидермисом, волосами. Значит, с ними придумали, естественно, огромное количество средств, которые борются. И здесь входит механическая защита, то есть барьерные функции. Ну, каким образом? Вот кроме прожарки, прокаливания, да, специальное белье, которое на основе космических технологий. То есть они пропускают внутрь и не выпускают наружу. Все, кто туда заползли в подушке, они там и останутся. И к нам уже обратно не попадут. Клапанный аппарат. Это очистители воздуха, очистители, создающие такой биоциноз, чуть изменение температурного влажности режима, и они просто гибнут. Им некомфортно, они гибнут. И специальные средства, которые убивают клещей в постели, ну, это опять-таки, опять-таки, это дополнительные химические вещества, которые ты вот как бы наносишь на свою постель. Тут нужно хорошенько подумать, как ты реагируешь на все остальные химические вещества. Они живут на полотенцах, они живут в мягких тапочках, чем пушистее, тем лучше. Они живут, как бы, вот рядышком с нами, в мягких игрушках, которые у детей вокруг постельки, в пледиках. Они везде живут. Сейчас выделен ведущий аллергенах, и можно еще сделать, что называется, молекулярная диагностика. Вот она более тонкая, и сейчас я очень распространена, как бы, в Европе. У нас она тоже есть на территории России. Дело в том, что у нас ведущие аллергены, мы их как бы все вычленяем, вычленяем, вычленяем и вычленяем. Мы уже расшифровали, как идет аллергическое воспаление, и вот расшифровали ведущих аллергенов. Участок этого аллергена, если мы его находим в организме, значит, эта сенсибилизация есть, она является ведущей. Ну, это как, вот, например, аллерген березы является ведущим среди деревьев, да, пыльцедеревьев. А перекрестная с ним реакция яблока, морковь, например, орехи, это аллергены, они минорные, они термостабильные. И они, вернее, как, береза термостабильная, а эти аллергены термолюбильные. Если мы перерабатываем их, вот, на свежую морковку будет реакция, а на проваренную не будет. То есть аллерген распадается. Ну, это заболевание органов дыхания, и это всегда, когда мы заболеваем урзе, у нас идут аллергические выверты в сторону. Это постоянные или хронические, или часто повторяющиеся аллергические риниты без связи с другими аллергенами. То есть диету мы держим, у нас кожа чистая, кошек, хомяков в семье нету. Но каждый раз, когда ребенок чуть-чуть простывает, у него начинается длительная, например, заложенность носа, сухая кашель, храпенье ночью. Понятно, что здесь ведут те аллергены, которые живут в жилище. А это что? Это клещи и домашняя пыль. Тут выбирать, собственно, не из чего, да. Дальше мы просто смотрим, в какую степень ведет домашняя пыль и в какую степень занимают клещи. Они могут быть ведущими, но могут быть просто сопутствующими. Ну, раньше считалось, что каждые семь дней. И подушки каждые два месяца. Но у нас давно нет первовых подушек, они у нас гипоаллергенные, к тому же стираются. Если мы делаем все вот эти мероприятия по санации быта, их вроде как мы и так делаем, но мы их, допустим, не делаем так часто, как бы нам хотелось. У аллергик это иногда вопрос еженедельности. Только тогда количество домашней пыли вокруг ребенка мы резко снижаем. Если мы, например, этого совсем не делаем, это не значит, что клещей становится так много, что они нас прямо переносят вместе с кроватью. Нет, так не бывает. Но количество пыли вокруг, оно, естественно, повышает количество аллергенов. Добиваться полной стерильности тоже не нужно. В доме это невозможно, где есть дети. Да и не нужно, потому что иммунная система тогда, она работает в ответ на патоген. Если патогенов совсем не будет, как ей тренироваться и работать? Остается болеть, и ребенок начинает болеть. Иммунная система должна отвечать на патоген. Если вокруг нее все стерильно, значит, патоген будет браться откуда-то из воздуха, от соседей. Редактор субтитров А.Семкин